Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган ждет встречи с Путиным в августе. Об этом он сообщил на саммите НАТО в Вильнюсе. Одной из главных тем переговоров станет дальнейший обмен пленными и зерновая сделка. Однако Кремль пока не спешит подтверждать эту встречу. Разногласие двух стран вызвало решение Эрдогана снять вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Также Анкара по просьбе Киева вернула в Украину командиров, оборонявших Мариуполь. В ответ в Кремле потребовали включить Турцию в список недружественных государств. При этом Россию и Турцию связывают тесные торговые связи. Подробнее об отношениях Путина и Эрдогана в нашем материале. Турция имеет особые отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в интервью CNN. О важности этих связей для обеих сторон свидетельствует статистика турецкого экспорта в Россию. За 2022 он резко вырос с почти 6 миллиардов до более чем 9 миллиардов долларов. Турция один из так называемых приютов, российских капиталов и центров поставок товаров, считают аналитики Bloomberg. А в отношении санкций против России Турция преследует свои национальные интересы. Мы не на том этапе, когда можем ввести санкции против России. Как это сделал Запад? Мы не связаны с санкциями Запада. Мы сильное государство и у нас позитивные отношения с Россией. Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции в интервью CNN. Также Путина и Эрдогана объединяло стремление бросить вызов доминированию Запада. После победы Эрдогана в президентских выборах в мае Путин поспешил поздравить турецкого лидера, назвав его «дорогим другом». А когда российский диктатор столкнулся с восстанием наемников ЧВК Вагнер, и это стало одним из самых серьезных вызовов его власти, президент Эрдоган якобы выразил России свою полную поддержку. Однако, как пишет The Washington Post, сейчас Турция меняет курс на сближение с Европой и США. Об этом свидетельствует теплый прием президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле. Мы заявляем на всех платформах о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мы на практике продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставляя конкретную помощь в политической, экономической, гуманитарной и технической сферах. Эрдоган также выразил поддержку Украине на пути в НАТО, а решение президента Турции одобрить вступление Швеции в Альянс и освободить группу командиров, оборонявших Мариуполь, стало серьезным ударом по Москве. Возмущение Кремля вызвало также подписание соглашения о сотрудничестве Украины и Турции в стратегических отраслях, включая производство беспилотных летальных аппаратов. Россия требовала объяснения Турции, однако получила категоричный ответ. По словам Эрдогана, никаких договоренностей с Россией этим решением Ангара не нарушала. Мы освободили шесть командиров, оборонявших Азов сталь. Сначала, конечно, были некоторые заявления со стороны России, но потом, когда они узнали об обстоятельствах, ситуация вошла в позитивное русло. Я думаю, что в августе у нас состоится личная встреча с Путиным. В то же время в Кремле заявили, уже нет никакой уверенности в том, состоится ли эта встреча. Как пишет New York Times, между Москвой и Анкарой также нет уверенности и в продлении зерновой сделки. После 11-ти часовых переговоров стороны так и не пришли к соглашению, хотя ранее президент Турции выступил за продление зерновой инициативы. Мы согласны с тем, что Черноморский зерновой коридор должен быть расширен. Господин Гутерриш из ООН также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что благодаря этому письму и совместным усилиям нас и России зерновой коридор будет расширен. По словам экономиста и политолога из университета Дьюка Тимура Курана, последние события во внешней политике Турции могут стать причиной разрыва тесных отношений с Россией. Кремль дорожит своими связями с Эрдоганом, однако группы российских элит, которые рьяно поддерживают войну, непредсказуемы и испытывают неприязнь к Эрдогану. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Руслан Сулейманов, российский журналист, востоковед, автор телеграм-канала Сулейманов. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что нашли время. Скажите, пожалуйста, вот может ли когда-то такое произойти, что должно произойти, чтобы Эрдоган и Путин поругались навсегда? Достаточно вспомнить о том, что в конце 2015 года Эрдоган и Путин сильно поругались. Казалось, что надолго Путин требовал извинений от Эрдогана за сбитый российский военный самолет на турецко-сирийской границе. И казалось, что Эрдоган никогда не извинится перед Путиным. Но была в середине 2016 года найдена такая хитрая дипломатическая формировка, в которой Эрдоган вроде как извинился, а вроде и нет. Но Путин это устроило. Так что отношения Путина и Эрдогана всегда, в общем-то, ходили и ходят по лезвию ножа. Тем не менее, мы видим, что они хорошо ладят, они хорошо понимают друг друга. У них действительно много общего. И несмотря на те шаги, которые предпринимал Эрдоган в последнее время, для Путина очень важно сохранять вот эти отношения, и Эрдоган этим пользуется. Вот эти, как вы сказали в Кремле, недружественные шаги, это, на мой взгляд, прощупывание красных линий Кремля. И пока что Эрдоган понимает, что Кремль будет молчать. Кремль не будет идти на обострение отношений. Путин не в той ситуации, чтобы, как опять же в конце 2015 года, говорить о том, что турки не отделаются помидорами и так далее. Нет. Кремль сейчас вынужден терпеть и мириться с происходящим. Вот единственное, что действительно может сильно рассорить, я думаю, это ситуация, при которой мы увидим, и я надеюсь, как и многие уже очень скоро, украинская армия будет стремительно возвращать под свой контроль пока что оккупированные территории. И вот тогда, я думаю, градус ненависти у Путина сильно возрастет, и вот тогда уже он будет открыто выражать недовольство тем, что Турция поставляет вооружение Украине. И вот тогда, я думаю, да, они действительно могут снова рассориться и уже всерьез и надолго. Всерьез и надолго. Руслан, а как вы считаете, в России действительно не знали о возвращении командира Азова в Украину из Турции? Как вы считаете, действительно ли никто абсолютно, вот и тот же Путин, не знал о том, что это произойдет? Я полагаю, что Путин мог знать. Специфика отношений Москвы и Анкары сейчас такова, что она сводится зачастую к личным отношениям Путина и Эрдогана. То есть нету российско-турецких отношений, есть отношения Путина и Эрдогана. И многие вопросы решаются не на уровне каких-то, скажем, профильных ведомств, а на уровне каких-то устных договоренностей, когда Путин с Эрдоганом что-то встретились, порешали, или созвонились, опять же договорились. И вот ситуация с бойцами, командирами Азова, я думаю, была из этой серии. То есть была, наверное, какая-то устная договоренность, но поскольку юридически она ни к чему не обязывала, Эрдоган этим воспользовался. А можно ли, Руслан, такую логику в поступках Эрдогана проследить, что пока он еще не был переизбран, он как-то максимально и с Путиным пытался дружить и так далее. А вот сейчас, когда уже у него есть мандат на ближайшие годы, и, очевидно, ничего не угрожает его режиму, его власти, его системе, вот теперь он и Швецию с Финляндии в НАТО, и готов строить завод в Украине по производству вооружений, и как-то и с этой сделкой зерновой не особенно Путина стимулирует ее подписывать. Вот как-то связано ли его поведение с внутренними делами? Или Эрдоган уже такой геополитический игрок, что ему как бы не важно, что внутри страны, когда он на мировой арене действует? Все-таки то, что происходит внутри страны, очень важно. В Турции в следующем году муниципальные выборы, и Эрдоган со своей партией справедливости и развития жаждет реванша. Я напомню, все крупнейшие города Турции, включая Стамбул, Анкару, Измир, находятся под контролем оппозиции, и Эрдоган хочет отвоевать эти города. А для этого ему, конечно, очень важно заигрывать с таким прозападным электоратом, с жителями крупных городов. И в том числе поэтому он разворачивается, как сейчас принято говорить, в сторону Запада, идет на какие-то уступки, говорит все чаще о том, что Турцию должны принять в Евросоюз. Я думаю, что Эрдоган понимает, что никто в ближайшее время Турцию не примет в Евросоюз, но с точки зрения риторики и игры на публику, это очень важно для него. И, конечно, его переизбрание, оно придало ему уверенность. Это были самые тяжелые выборы за последние 20 лет, самая сложная кампания. И опять же нельзя забывать о том, что Кремль активно поддерживал Эрдогана. Кремль, например, отсрочил платеж в 20 миллиардов долларов за поставленный в прошлом году газ. Кремль передал турецкой стороне 20 миллиардов долларов формально на строительство атомной электростанции Акуио. По сути, это была просто финансовая поддержка Эрдогана. И вот этот фактор, я думаю, тоже как-то сдерживает Эрдогана. Он мог бы пойти еще на более радикальные шаги. А что вот еще его подвигло на последние его действия, это, я думаю, чувство, ощущение того, что Кремль сильно ослаб. Он, во-первых, ослаб в связи с начавшимся контрнаступлением украинской армии, а во-вторых, конечно же, с несостоявшимся мятежом ЧВК Вагда. И Эрдоган не выражал полную поддержку Путину тогда, когда происходили вот эти неизвестные события. Вот в заявлении канцелярии турецкого президента было сказано о том, что он желает разумного разрешения вот той ситуации. Там, опять же, с точки зрения Анкары не было слов о том, что он однозначно поддерживал Путина в той ситуации. Так что Эрдоган прощупывает красные линии, да, но он не переходит все равно какую-то черту, потому что ему тоже важно сохранять какой-то контакт с Путиным. Да, интересная тема, мы обязательно будем ее продолжать. Вас же, Руслан, мы не отпускаем. Мы сегодня еще со всеми нашими гостями общаемся по ряду других тем и по ряду, ну, скажем так, тезисов, которые действительно сегодня интересны. И у нас есть интерактивный опрос, который мы традиционно каждый день, каждый вечер адресуем нашим зрителям. Сегодня мы спрашивали, что Война Путина принесла россиянам, потому что, на самом деле, об этом часто забывают, да, и спросить, и вспоминают как-то об этом очень мало. Вот хотелось бы вам адресовать тоже этот вопрос, как вы считаете, что Война Путина принесла самим россиянам, и кто готов еще писать, пожалуйста, готовы будем вас прочитать, все ваше мнение, и хочется все-таки показать, как отвечают наши зрители, да, вот спасибо тем, кто указывает, откуда вы пишете, так, как мы и просили сегодня. Вот из Италии наша зрительница пишет, Война принесла России хаас в головах, разброд и шатание, то, что было их всегда, неуверенность. Далее добрые слова в сторону Украины. Украинцы непобедимы, спасибо вам за очень нужную информационную работу. Далее Антон пишет, Война Путина принесла россиянам ненависть к ним во всем мире на много лет в период, повышение цен в магазинах и не только. Помимо того, война принесла гражданам постоянную опасность, беспокойную жизнь, а именно угроза мобилизации или смерть от прилетов уже на территории Российской Федерации. Многие остались без своих пап, мужей и сыновей. Я из России, пишет Антон, у моих знакомых, которые работают на заводе, после закрытия границ стало меньше работы, а это значит, что и зарплата стала в разы меньше. В общем, одни минусы, ни одного плюса нет. Война – это ужасно. Да, Антон, война – это ужасно. Это истина, которая непоколебима. Война – это ужасно. А не спровоцированная война, какова эта война, это ужасно втройне и даже более. Вот, Руслан, у вас хотелось бы спросить, как бы вы ответили, да? Мы даем возможность, это не Блиса, мы даем возможность детально ответить. Как вы считаете, что эта война принесла самим россиянам? Конечно, на этот вопрос можно отвечать долго и много перечислять. Исключительно минусов, ни одного плюса от этой войны Россия не получила. Это, конечно же, и потеря лица на международной арене, и экономические убытки, и людские потери. И можно много-много чего говорить. Но я, наверное, скажу за себя, как человек из России, и не как журналист, как какой-то политолог или эксперт, а вот просто как человек из России, я бы, наверное, обратил внимание на просто немыслимый уровень озлобленности среди россиян, которые я наблюдаю. Это просто ненависть ко всем и ко всему, что окружает Россию. Это вот настолько нужно было запудрить людям мозги, чтобы они ощущали себя в кольце врагов, ощущали себя мессией, ощущали принадлежность какой-то великой миссии. И на этой почве, конечно, просто запредельный уровень ненависти. И не только к украинцам, которые когда-то считались братьями. То есть человек может выходить на улицу в желтых штанах и в синей куртке, на него тут же пишут донос. Лично я потерял контакт со многими своими знакомыми в прошлом, даже родственниками, да, я не могу уже общаться, потому что вот такой немыслимый уровень злобы и ненависти. И как это преодолевать, я просто себе не представляю. Для меня очевидно, что эта война закончится победой Украины в любом случае. И вот в тот день, когда эта война закончится, для России все только-только начнется. Как это расхлебывать, как это преодолевать, я думаю, сейчас в России ни один человек не представляет. И Оксана пишет нам, одна из наших зрительниц. Оксана пишет, ничего не принесла война, только приблизила, сделала реальным ее распад, начиная с 24 февраля, который казался нереальным 10-15 лет назад. Вы откуда в России? Я вообще из Сибири, я из Иркутска, там вырос до 18 лет, да, жил. Да, это Сибирь. Я в Новосибирске учился и жил одно время. Там тоже разговоры о возможном, не распаде, а возможном изменении состава России были, когда я в начале 2000-х был в Сибири. Разговоры были о независимых штатах Сибири. Когда-то в 90-е Урал предпринимал много попыток обозначить свою большую независимость. Как вы думаете, что вот Оксана пишет, может ли это начаться после того, как Украина победит? Конечно, я думаю, сейчас вероятность такого сценария возросла в разы. Я думаю, что в первую очередь многие республики национально-этнические, они ощутили всю пагубность своего нахождения в составе России. И вот то, как Москва, центр, Кремль используют малые народы, да, много говорят, скажем, о бурятах, тувинцах, представителях Северного Кавказа, да, когда, ну, просто истребляют людей, отправляя на бессмысленную войну. И очевидно, что в этих нациях, в этих этносах все больше и больше будет возревать идея отделения от России. И как удержать Россию в ее нынешней конфигурации, я думаю, тоже мало кто себе представляет. Такие тенденции будут только-только нарастать и остановить, я думаю, их будет практически невозможно. Спасибо вам большое. Спасибо, Руслан, за то, что включаетесь к нам, объясняете сложные темы. И вам удачи. Спасибо. Спасибо, всего доброго вам. Слава Украине. Героям славы. Спасибо. Руслан Сулейманов, российский журналист, востоковед, автор телеграм-канала Сулейманов, был в нашем эфире.